Сотрудники Уральской оперативной таможни, головной офис которой дислоцируется в Екатеринбурге на 8 марта 205, совместно с операми Южно-Уральского УМВД на транспорте в рамках красивой, эффектной спецоперации хлопнули гражданина Казахстана, который завез в Россию из дружественного и добрососедского государства 5 кило марихуаны. Наркоту Барыга провез в Россию через пропускной пункт Бугристая в обрезке трубы, который был заныкан в грузовике с металлоломом. Спинтиключили Барыгу и его водилу прямо в бездорожнике сразу после акта купли-продажи травы. Драгдилер, контрабандист, пойманный фактически с поличным, запираться не стал и распедалился по полной. Я пришел на машину. Есть день. Сколько отдал? Громче. 150. 150. Откуда эти деньги? За что? Отдали. Отдали. Ну отдали за что? То есть за что тебе эти бабки отдал? Ну говори. Я вот конкретно знаю, что Серега его отдал. Понятно. Что ты ему передал за эти бабки? А на шею сколько ты передал? 5 кг. Правильно. Что он будет? Попок. 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 Все. Где бабки? За бабки. Показывай. Показывай. Где? Под сидюшкой. Под сидюшкой лежит. Денежные средства. В размере 150 тысяч рублей. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в Кульке было не 5, а 4,5 килограмма каннабиса. Но это принципиально никак на ситуацию не повлияло. По марихуане крупный размер начинается со 100 граммов и тянется аж до 100 килограммов. После чего идет уже особо крупный. Но до него казахстанскому контрабандисту еще возить и возить. А в ближайшие годы перевозка наркоты через границу ему явно не светит. Ибо вырисовалась ему 229-я Прим-УК в ее третьей части. Контрабанда наркотиков в крупном размере. А это от 10 до 20 лет зоны со штрафом до миллиона.